Всем привет! В этом уроке мы поговорим о том, как создавать копии вашей существующей системы, чтобы не потерять никаких ценных данных. В первой части урока я расскажу о программе Acronis, она хорошо делает копии винды. Во второй части ролика я расскажу о программах SystemBug и FS-ARCHIVATOR, которые используются на Linux, также с большим успехом. Еще раз хочу подчеркнуть важность. Перед тем, как вы решили что-то делать или устанавливать кселенодорский диск, какие-то эксперименты, вам нужно и весьма желательно перенести все ваши ценные данные на внешний жесткий диск. Ну или по крайней мере на один из разделов жесткого диска. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет восстановиться из бэкапной копии, независимо от того, какой программой она была сделана. Ну запомните, значит, Acronis делать копии лучше, ну для винды на разделах NTFS, значит, а для Linux, ну естественно на Linux-овских разделах. Вот практически и все. Значит, запомните, вот я рассказал в первом уроке о программе Cherry3, как она важна. Получил много откликов, действительно, ее, значит, люди ценят по достоинству. Значит, теперь, значит, рассказал, как скачать, как проверить, как записать на флешку. Вот, а теперь, значит, перед тем, как мы будем уже с флешки делать старт и разметку жесткого диска, вот здесь вот очень внимательно посмотрите этот ролик, он посвящен именно созданию надежных, значит, копий, чтобы вы никакие свои данные не потеряли, чтобы не было такого, что, ай, вот я там забыл сделать копию, и теперь вот у меня полный, как говорится, апофеоз. Ничего подобного, вначале сделайте надежный бэкап, а потом приступайте к самым различным экспериментам над своим жестким диском, но у вас уже будет уверенность, что вы всегда сможете восстановиться на тот момент времени, когда была сделана копия, и никаких своих ценных данных не потеряете. Итак, приступим. Сегодня поговорим о том, как сохранять Acronis, копию Windows, расположенной, значит, на жестком диске, как сохранять ее на внешне жесткий диск. Вот у меня на третьем разделе имеется 70 гигабайт, выделено под винду, 36 из них свободно, Вот я хочу сделать копию этого раздела, и сохранить ее на внешнем жестком диске, вот сюда. Вот этим мы и займемся. Значит, ну что, первым делом, добавить резервную копию, ну давайте создать новую. Выбор источника. Естественно, диски и разделы. Здесь, значит, я снимаю галочку со всего этого, и оставляю только вот диск С. То есть, практически, мне нужна копия только вот диска С. Нажимаю ОК. Теперь выбор хранилища. Где? Вот здесь ВИН ДАТА ЭКСТЕРНОЛ. Внешний жесткий диск. Вот я зайду на обзор, и вот уже на обзоре я бы хотел посмотреть это локальный диск. Вот, внешний жесткий диск. И вот тут у меня папочка есть ТИБ. Вот в эту папочку я бы и хотел сохранить все эти данные. Ну что, нажмем на кнопочку СОЗДАТЬ СЕЙЧАС. И пусть он себе создает копию. А мы тем временем пока просто-напросто прорвемся. Итак, запись окончена. Ну, давайте посмотрим, что, значит, у нас имеется. Значит, вот я сейчас закрываю программу Acronis True Image. Вот мы можем посмотреть, что вот на этом разделе, значит, у нас творится. Ну, для этого надо освежить. Вот, обновить тип. Ну, вот эта копия у нас заняла где-то 20 гигабайт. Ну, вполне, как говорится, прилично для Acronis. Ладно. Таким вот образом я, значит, делаю копию настроенной своей Винды десятки. Кстати, я могу просто взять ее и перенести вот сюда. Заменить. Да, могу и заменить, собственно говоря. Вот и все. То есть папочки с десяткой у меня как раз эта копия и будет храниться. Вот тип, десяточка. Есть у меня тут еще копия семерочки. Вот она, по-моему. Ну, ладно. Не столь важно. Значит, на Linux'е при помощи программы QT5FS Archiver также можно будет сохранить копию этого раздела ну, в формате FS Archiver. То есть, чем хорош FS Archiver, он позволяет сохранять копии также любых разделов и Linux'а, и Windows'ы без разницы. Ну, ладно. Значит, следующая часть видеоролика будет сделана с Linux'а, где я буду показывать, как я делаю копию винды программой QT5FS Archiver. Во второй части ролика поговорим о том, как при помощи программы QT5FS Archiver также можно сохранить копию винды. Вот она у меня на третьем разделе расположена. Ну, я сохраню ее к примеру, сейчас подключу у меня внешний жесткий диск. Называется, вот у меня на внешнем жестком диске шестой раздел. и на этом шестом разделе значит, у меня вот эта папочка она и располагается. Сейчас я тут позакрываю. так вот значит вот папочка вот сюда мы и будем ее сохранять. Ну что значит запустим программу QT5FS Archiver заведем пароль значит сохранить раздел нам нужно сохранить третий раздел значит и каталог куда сохранить вот идем скорее всего в медиа давайте посмотрим этот запилон у нас внешний жесткий диск или нет вот внешний жесткий диск и вот папочка значит ну что дадим значит название образа тут у меня будет Windows 10 это название сохранение заглубочной записи ну пусть сохраняет а вот теперь форматы для хранения разделов Windows хороши форматы вот самый простой GZIP стандарт и вот теперь мы нажимаем на кнопочку сохранения раздела тут он нам говорит что вот третий раздел будет сохранен значит вот на этот раздел займет он значит у нас 33 гигабайта теперь я бы взял просто и убедился а хватит ли у нас на этом место да у нас 60 гигабайт свободно хорошо нажимаем на сохранить и вот прошел значит процесс ну когда сохранение значит закончится я значит тогда снова включу запись итак файл был сохранен вот значит написано сколько чего было сделано ну и плюс можем посмотреть значит 41 минута заняла чтобы создать копию в формате qt 5 fs архива вот таким вот образом итак рассмотрим теперь как делать копии или бэкапы при помощи программы систембак вот нажимаем на нее заводим единичку по умолчанию предлагается в рабочей папочке в домашней хранить копию то есть на этом же разделе жесткого диска а я же люблю хранить копию или на других разделах жесткого диска или на внешнем у меня сейчас подключен внешний внешний жесткий диск поэтому я пойду сюда и вот здесь вот у меня имеется специальная папочка с бэкапами вот она вот называется MyBills это мои сборки в частности вот мои сборки Linux Mint Cinnamon вот я нажимаю на окей и вот видите вот сюда и будем создавать значит копию пока у меня значит здесь создана копия значит 15 сентября а сейчас я создаю новую вот пусть она создает а пока он создает мы рассмотрим свойства значит который значит вот программа SystemBug делала раньше видна дата время создания как говорится ну все а теперь чем еще займемся значит есть вот такая вещь значит ну давайте мы пойдем вот сюда берем вот эту все раз посмотрим в установках вот я всегда смотрите отмечаю создавать из-за образ автоматически потому что это быстрее будет чем делать конверсию вот нажимаем на папочку leave с пистом create создать живую флешку то есть создать копию живой системы которую можно будет записать любую флешку в формате вот нажимаем создать новую и процесс как говорится начался и пусть он все перейдет отметим что в 9 там 39 мы начали программы резервная копия и восстановление и вот программы чистым бак выделен специальный раздел где вы можете просмотреть все видеоролики которые я создал на эту тему по программе систембак их значит очень много ну вот для ради смеха значит еще в 2016 году я сделал ролик смертельный номер посмотрите любопытный значит ролик получился вот здесь довольно-таки полно я описываю все те возможности которыми обладает программа систембак значит вот запомнили да мой сайт идете в программы в программах идете на резервную копию и в резервной копии встаете на раздел программы систембак ну потом можете посмотреть скажем так любые другие мои значит видеоролики в которых я так или иначе рассказываю о программе систембак вот таким вот образом ну ладно значит размер второй копии получился уже поменьше вместо 11,2 гигабайта первый вариант значит вторая копия уже занимает 8,4 гигабайта очевидно тут она как-то делается или там по инкременту или еще как-то не знаю вот тем не менее значит ну систембаком я пользовался в самых различных вариантах иногда доходило до того что значит стартовал с флешки на которой был записан только официальный дистрибутив причем был записан в режиме естественно без сохранения изменений я туда записывал программу систембак при помощи этой программы я заскакивал на внешний жесткий диск и при помощи программы систембак я значит восстанавливался на разделе жесткого диска своего компьютера даже вот такие вот варианты бывали наиболее частый вариант значит я записывал на свои сборочки на флешку куда уже там входили все необходимые программы которые были годны к действию и при помощи этих сборок на флешках можно было сразу скопировать на жесткий диск можно было поискать копию в другом разделе жесткого диска или на внешнем жестком диске и восстановить ее из ее собственного формата вот таким вот образом поэтому значит я вам эту программу рекомендую сейчас копия когда создастся мы еще проверим ее на вертальной коробочке как из образа работает но во втором уроке значит мы уже еще находясь на везде записали на флешку значит официальную сборку я покажу в следующем уроке как стартовать с флешки и как делать разметку жесткого диска куда допустим мы будем ставить Linux Min Sonamon значит опять-таки можем поставить официальный дистрибутив его ручками настраивать а можем поставить скажем так одну из моих как говорится сборок или из копии которые я там допустим сохранил на внешнем жестком диске возможности здесь очень широкие ладно ждем итак создание копии закончено вот я нажимаю на окей вот у нас значит причем окопия у нас сохранилась в этом разделе хотя я также опять-таки могу пойти я могу пойти в медиа на седьмом разделе у меня это дело было юзер поискать могу к декапы вот вот мои корки мобилдс вот в ринокс минсон аммония значит я могу сказать путь сохранения на внешнем жестком диске нажать на кнопочку создать новую и она будет создавать но в данном случае мне это не столь важно мне сейчас важно показать вам и проверить образ который мы создали поэтому я сейчас вот так вот закрою все это дело поменьше памяти кушала пойдем значит на виртуальную коробочку на виртуальной коробочке ну вот уже пишет что новая версия доступна ничего мы и на старой пока проверим важно ну создание тестовое название linux и тут просто тупо буду со всем соглашаться потом уже в настройках мы там кое-что подправим а пока вот просто тупо беру и соглашаюсь теперь идем в настройки настройки значит вот я смотрю система основная память ну в принципе доставлю я вот процессоров я выделю под это дело два у меня их четыре и здесь значит выставлю где-то на восемь процентов а на дисплее значит ну памяти добавлю так ну и давайте найдем где находится наша копия находится у нас всегда значит вот раздел хоу вот она уже написано айса открыть я частенько называю айса звучит это не по-русски я называю изо не знаю но большие ошибки в этом не вижу и так запускаем ее стандартное значит менюшка нажимаем enter и появляется значит надпись которая нам говорит что ринуксмент 18.2 значит загружается на виртуальную коробочку просит пароль ввести единичку заведем если флешка не стартует по каким-то причинам то вам нужно будет всегда значит зайти вот сюда так уроки для начинающих и вот посмотреть вот нажать как загрузиться с флешки а также для общего развития почитать что такое BIL что такое UEFI что такое GPT и что такое FBR это значит полезно для общего развития и для понимания того значит вообще как работает компьютер и что вам нужно делать в том или ином случае очень много роликов но они как правило на русском языке в нормальном качестве и информацию предоставляют довольно-таки полную то есть вот во втором уроке значит вот эта вот информация она вот вся вот здесь находится все по-русски написано нажали там как загрузиться с флешки и попали на необходимый видеоролик и так значит с флешки значит мы загрузились здесь значит я пока вот откажусь то что напросится автоматом вот образ получился видите эластичный ну ланг значит грузится так что этот образ может быть записан на флешку это моя сборка уже настроенная со всеми как говорится там установленными на нее программами поэтому значит я сейчас отключаю коробочку и значит на этом урок по созданию резервных копий я считаю оконченным то есть в данном уроке мы рассмотрели как создавать резервные копии на винде при помощи программы акронис на линуксе мы рассмотрели как создавать резервные копии при помощи программы fs архивер и при помощи программы system bug причем значит еще раз значит вот повторюсь посмотрите у меня на сайте значит в разделе программы в разделе значит создание бэкапов имеется целых два раздела в которых значит я очень подробно рассказываю в данном случае о программе system bug и здесь же вот смотрите другой раздел посвященный программе fs архивер то есть если кто-то хочет более подробно значит узнать о той или иной программе по милости прошу значит вот возьмите и посмотрите fs архивер чем хорош он делает копии виды вот вот значит Сергей Плющ кстати хороший сделал тоже ролик по смертельному номеру значит и вот еще один то есть это все от пользователей которые как говорится вот имеют опыт данной программы это как все начиналось на меня на эту программу значит навел Лев Белкин из Берлина тоже очень хороший и толковый пользователь ну ладно значит я считаю что тема посвященную резервному копированию разделов жесткого диска значит я в данном случае осветил более или менее подробно значит в дальнейшем вот пожалуйста обращайтесь вот к этим разделам где тоже сделано видеоролики чтобы получить еще более полную информацию но тем не менее значит вот у вас есть такие хорошие рабочие инструменты которые вам позволят всегда в трудных ситуациях просто-напросто не потерять то что там понаделали у себя на компьютере и понастроили и потерять свой момент откатиться назад на тот момент когда у вас все работало нормально то есть сократит вам в десятки то и в сотни раз время потраченное там на установку настройку тех или иных программ вот ну ладно я желаю вам всего доброго и до новых встреч